МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях прямо сейчас. Безопасные и качественные дороги. В Чебоксарах открыли Сугутский мост и проспект Ивана Яковлева. История отечества и родного края. Жители Чувашии написали диктант победы. Туристический маршрут. Сезон речных путешествий с остановкой в Чебоксарах продлили до ноября. Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи встретился с Олегом Николаевым, временно исполняющим обязанности главы Чувашской республики. Сообщается на сайте Кремля. Руководитель региона доложил о борьбе с коронавирусом в Чувашии. Обсудили и социально-экономическое развитие региона. Олег Николаев озвучил и ряд проблем. Буксующее строительство водовода в Шимушинском районе. Моральный и физический износ лечебных фондов Республиканской клинической больницы. Необходимость строительства инфекционного корпуса. Транспортная загруженность Чебоксар. Решить их возможно при содействии федеральных властей. Президент России Владимир Путин даст поручение федеральным министерствам по поводу развития инфраструктуры и строительства медицинских учреждений в Чувашии. Я постараюсь вам помочь. Нужно, чтобы вы вписались в национальные проекты. Это касается инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, строительства медицинских учреждений. Ну давайте, я знаю, вы направили уже соответствующие письменные обращения. Они будут оформлены поручениями в адрес различных ведомств, правительства в целом. Руководитель страны отметил и положительные тенденции в социальной сфере Чувашии. Обеспеченность дошкольными учреждениями растет, а количество вторых смен в школах наоборот снижается. Стенограмма встречи размещена на сайте президента России. Предприятия республики смогут принять участие в инвестпроекте по реконструкции систем водоснабжения Чебоксар. Об этом накануне договорились в Рио главы Чуваши Олег Николаев и заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Юрий Гордеев. Участвуя в крупных инвестиционных проектах региона, предприятия республики получат дополнительный символ для развития. Такую возможность, например, может предоставить программы реконструкции систем водоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары. Она финансируется новым банком развития БРИКС при поддержке Минстроя России. Все проекты, реализованные на территории нашей республики, ранее получили высокую оценку комиссии. Спасибо большое, что откликнулись и приняли участие в программе, которую мы два года подготавливали. Это новый экзамен по новому банку. Я думаю, что мы тоже очень качественно реализуем все эти проекты, которые там предусмотрены. И систему жилищно-коммунального хозяйства в городе Чебоксары, в принципе, в республике, от этого получат только лишь пользу. Подготовительная работа по инвестиционной программе реконструкции систем водоснабжения и ЖКХ Чувашия завершена. Проект переходит в стадию практической реализации. Поэтому, по словам Олега Николаева, именно сейчас важно конкретизировать подходы и закрепить для более чем 30 проектов возможность максимально использовать продукцию местных производителей. В целом, такое понимание нашлось. Будем дорабатывать и использовать все возможности для того, чтобы предприятия Чувашской республики участвовали в реализации данного проекта, который, с одной стороны, изменит в целом систему водообеспечения и жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксар. С другой стороны, дадут возможность развития предприятиям Чувашской республики. Строительная сфера – один из локомотивов экономики Чувашии, и поэтому важно включить местные компании в реализацию масштабных проектов на территории региона. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в Чебоксарах открыли два объекта, которые значительно улучшат движение в столице республики. Проспект Ивана Яковлева и Сугутский мост соединяют центр города с новыми микрорайонами, и их состояние напрямую влияло на дорожную ситуацию. Сугутский мост построили в Чебоксарах в 1981-м. В последнее время каждые два года проводили ремонт. Но он не спасал мост, находился в аварийном состоянии. В прошлом году приняли решение отремонтировать его капитально. Работы шли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт на новом мосту велся в два этапа. С мая по сентябрь прошлого года ремонтировали правую сторону моста, а в марте этого года взялись за левую. Правда, в график немного не уложились. По контракту 1 сентября. Но приближаясь к этому, к этой дате, мы, во-первых, дожди пошли, это раз. А во-вторых, подрядчик нарушил технологии. Мы увидели некачественную укладку асфальта, отслоение асфальта, ну и заставили переделывать. Не стали торопиться, в спокойном режиме довели до сегодняшней даты. По договору гарантийный срок обслуживания 5 лет, а срок эксплуатации моста после ремонта 25 лет. Современные технологии обеспечат хорошую водонепроницаемость и помогут сохранить покрытие при низких температурах. Если все наши ожидания оправдаются от новых технологий, если вот ежегодно, весной, не будут таких разрешений, как обычно было, вот тогда точно мы можем смело гордиться и уже на самом деле и автолюбители почувствуют. Потому что те новые технологии, которые здесь применены, в принципе, нам должны дать, конечно, совершенно другое качество эксплуатации этого моста. То есть и долговечность, и комфорт. А вот на проспекте Ивана Яковлева движение пришлось перекрыть на некоторое время. Это понадобилось для того, чтобы перенести подземные коммуникации. Реконструкция участка дороги от Канажского шоссе до кольца проспекта 9-й пятилетки также велась в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Меньше чем за год строители полностью перенесли все подземные коммуникации. Расширили саму дорогу до шести полос, обустроили пешеходные дорожки, смонтировали освещение, установили светофоры, озеленили территорию. Благоустройство этого района будет продолжено. Так, в рамках программы инициативного бюджетирования изменения коснутся парка «Дубовая роща». Здесь появятся новые детские и спортивные площадки, а также будет установлен телезиатор под открытым небом. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Олег Николаев провел заседание по противодействию коррупции в Чувашской Республике. Обсудили меры по предупреждению коррупционных правонарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Олег Николаев призвал усилить контроль закупок у единственного поставщика. Также обсудили необходимость систематизирования составления плана закупок бюджетных учреждений на три года и проведения их серьезного анализа. Это позволит заранее предотвратить системные сбои и возможные нарушения. Особое внимание уделяется рассмотрению заявок участников закупок. Проводится экспертиза участников закупок. Осуществляется контроль документации на достоверность таких ресурсов, как реестр лицензии, реестр СРО-проектировщиков, реестр СРО-строителей. С начала августа этого года Республика перешла на автоматизацию закупок малого объема. Такие закупки в дальнейшем будут осуществляться с использованием электронного ресурса. По данным Государственной службы Чувашии, по конкурентной политике и тарифам, на сегодняшний день на портале зарегистрировались только 310 заказчиков из полутора тысяч. Олег Николаев подчеркнул, что это катастрофически маленькая цифра и призвал руководителей органов местного самоуправления ускориться с переходом на электронный ресурс. Обсудили и меры, направленные на выявление взяточничества. Например, в образовательных учреждениях ежегодно проводятся мероприятия, направленные на разъяснение ответственности за это правонарушение. Установлены ящики для анонимного обращения, в которых можно указать о фактах противоправных действий как со стороны сотрудников, так и со стороны студентов. Имеются также телефоны доверия. Инесса Потапова, Виктор Степанов, Республика. Сегодня депутаты Вурнарского районного собрания приняли досрочно отставку главы администрации Леонида Николаева. Официально он написал заявление по собственному желанию. Но на это он решился после визита в Урнар и правительственной комиссии 1 сентября. Напомним, что в День знаний в поселке не открылась после капитального ремонта средняя школа номер 1. Из-за халатности местных властей и безразличия подрядчика без праздника остались 817 школьников. Ученики начальных классов будут учиться в старом здании школы, построенном почти 100 лет назад. А старшеклассники временно перешли на дистанционное обучение. В Рио главы Чувашии Олег Николаев поручил Республиканской службе единого заказчика и Минстроев взять работы под строгий контроль и завершить их в кратчайшие сроки. Депутаты Вурнарского районного собрания возложили обязанности руководителя администрации на заместителя Андрея Тихонова и приняли решение о создании комиссии, которая проведет конкурс на замещение должности главы. Правительство России включило фитнес-индустрию в перечне отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Это позволило спортивным клубам и студиям претендовать на срочки по платежам налогов и страховых взносов и дальнейшую рассрочку на их погашение. В Чувашии фитнес-центр возобновили деятельность во второй половине августа. Как они существовали пять месяцев и какую поддержку получили в нашем репортаже. Для того, чтобы соблюсти все требования, предъявляемые к нам, а это именно социальная дистанция и расстановка тренажеров на расстоянии полтора метра, мы, к сожалению, пожертвовали комнатой детской. Пожертвовали и некоторыми групповыми занятиями, чтобы сократить контакты. Нанесли разметку и удлинили перерывы между тренировками. А в основном зале увеличили расстояние между тренажерами и установили антисептики максимально доступно для занимающихся. Ольга Прохорова рассказывает, что запрет на деятельность сильно повлиял на всю отрасль. Ей пришлось срочно перестраивать работу тренеров. Записали онлайн-занятия, бесплатно размещали в соцсетях. Остановилось и строительство третьего клуба. Сколько мы будем приходить в себя, я даже сейчас не говорю про какие-то наращивания оборотов. Я говорю про то, что мы должны вернуть то, что у нас было. К нам относились как к сфере, которая как бы нежизненно необходима. Но на самом деле, если посмотреть на это шире, я считаю, что фитнес-индустрия – вот есть градообразующие предприятия, есть продуктовые какие-то. А мы – человеко-ресурсообразующие предприятия, которые как раз-таки помогают жителям города держать в тонусе. Ольга – одна из тех, кто писал обращение к прокурору Чуваши Андрея Фомину с просьбой о возобновлении деятельности. Признательна всем, кто услышал их и разрешил работать. А еще благодарна за поддержку, на которую может рассчитывать в Чувашии. Я как предприниматель, который находится все время в режиме такого стартапа, пользуюсь кредитными продуктами. В частности, в последний раз взяли мы кредит, я как женщина-предприниматель взяла в агентстве поддержки малого предпринимательства. Тоже дали рассрочку и вообще увеличили временной интервал выплаты кредита. Другие банки тоже в этом плане. Спасибо. В Чувашии с федерального бюджета было выделено более 700 миллионов рублей на поддержку бизнеса. На покупку дезинфицирующих средств и на зарплату сотрудникам. Поддержку оказывают и региональные институты. Агентство по поддержке малого бизнеса, гарантийный фонд Чувашской республики, предоставляли льготные займы поручительства субъектам МСП. И уже предоставлено по льготным условиям более 260 миллионов рублей микрозаймов. И гарантийный фонд почти на 15 миллионов выдал поручительства тоже по льготным новым продуктам. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика. Продолжается работа предвыборных штабов претендентов на пост главы Чувашской республики. Оставшиеся полторы недели до выборов кандидаты посвятили встречам с избирателями. Еще на старте предвыборной гонки в Рио главы Чувашской республики предложил вести честную борьбу с равным доступом к муниципальным площадкам. В каждом районе Совет муниципальных образований организовал такие площадки, на которых кандидаты смогут открыто встречаться с депутатами и главами администрации, чтобы представить свои программы действий, ответить на их вопросы, договориться о поддержке. Сейчас кандидатам на таких же равных условиях предоставляют помещения для встреч с избирателями. Такой возможностью воспользовались и кандидаты от партии «Патриоты России» Сергей Матвеев, и от партии КПРФ Александр Андреев. Встреча Сергея Матвеева прошла на его родине, в селе Ишле и Чебоксарского района. Весь день перед мероприятием кандидат провел в своем округе. По его инициативе здесь строится детская площадка, прокладываются тротуары, в современный вид приобретают площадь перед местным Домом Творчества. Сегодня встреча с жителями села Ишлеи, с моими земляками. Здесь я вырос, здесь я рос, здесь я сходил в школу. И поэтому я не мог ни приехать и не организовать встречу, как кандидат в главы Чувашской республики, со своими родными земляками, жителями села Ишлеи. Кандидат от КПРФ Александр Андреев провел встречу с представителями общественной организации «Дети войны». На ней обсудили вопросы вновь принятых законов о детях войны и возможные меры социальной поддержки для этой категории граждан. Я считаю, как кандидат на должность главы Чувашской республики и как депутат от фракции КПРФ, что принятых мер социальной поддержки недостаточно. И мы, к сожалению, сейчас, после принятия этого закона, нашего республиканского закона, ограничились в большей части раздачей удостоверений для детей войны. И многие из них ждут, что наши власти и наши, получается, руководители ждут принятия реального закона, который предусмотрит реальный мир социальной поддержки. Ульяна Пятакова, Республика. К выборам главы Чувашии подготовлено более тысячи избирательных участков. И на каждом планируется присутствие как минимум двух наблюдателей. Для этого штаб общественных наблюдателей намерен привлечь более двух тысяч человек. Так, сегодня соглашение о сотрудничестве подписали сразу пять некоммерческих организаций республики. В качестве наблюдателей на предстоящих выборах будут работать члены Общественной палаты, Союза женщин, Совета отцов, Нотариальные палаты, Совета ветеранов и инвалидов войны. Представители этих организаций подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Мы будем участвовать на этих выборах в качестве общественных наблюдателей с тем, Чтобы обеспечить на предстоящих выборах демократичность, честность и прозрачность выборов. Напомним, что общественность поддержала инициативу в Рио главы региона Олега Николаева. В конце августа был создан штаб, который будет заниматься сбором и распространением информации о предстоящих выборах, А также обучать тех, кто хочет стать наблюдателем. Корпус общественных наблюдателей еще формируется, в него может войти любой житель республики. Сейчас идет обучение наблюдателей, тому, как вести себя на участках. Напоминаю, что все участки избирательные будут охвачены наблюдением. Кроме того, сейчас мы завершаем выбор площадки, на которой в три дня голосования будет в постоянном режиме мониториться ход процедуры голосования. То есть она будет в творческом месте, неформальном, открытой для всех желающих поделиться информацией, зайти, что-то рассказать, поделиться впечатлениями. Либо и также будут сформированы такие оперативные группы, которые будут работать с возможными нарушениями. Максимально использовать продукцию местных производителей в организации детского питания – такая задача стоит перед образовательными организациями республики. Как ее реализовать, обсудили на совещании в Доме правительства. Конфликт между местными производителями продукции и комбинатами питания тянется не первый год. Примерить стороны и привести их к решению, которое бы устроило всех, пытается Минсельхоз Чувашии. Я знаю, что каждый пришел своей правдой. Не раз мы собирались, да, и каждый раз пытались заказывать. Кто-то говорил, что чувашские производители, переработчики не могут поставить качественный продукт. Кто-то говорил, что не проходит по ценам. Комбинат питания приводили, а переработчики говорят, что их не слышат. Конечно, нереально покупать абсолютно все продукты только у местных производителей. Хотя бы потому, что в нашей республике производится не все, что есть в составе утвержденного меню. Тем не менее, основное количество – это 70-80% всех закупок продуктов у местных производителей. Задача – постараться перевести и оставшиеся 30%, но тут далеко не все гладко. Мы работаем с Марией. По каким направлениям? В яйте. Что они вставляют? Включены были сосиски, колбасные изделия. Вот по этим позициям мы работаем с Марией. Нас устраивают цены и логистика. А с цены Марией чем отличаются от наших цены сосиски и колбасу? Значительно падение цены? Вы знаете, они идут к нам навстречу. Да, они идут к нам навстречу. Во-первых, по ценовой политике. Ну там в пределах 50 рублей делают скидку на килограммы. Ну, конечно, существенно. По словам представителей комбината питания, наши производители не могут предоставить такие же условия. Хотя они утверждают обратное. Неправильно рассказать, что цена здесь… То есть мы даем дороже, чем шкалинский госкобинат тоже. Те условия, которые предлагает шкалинский госкобинат, мы даем условия, опускаем по цене. Несмотря на то, что, да, понятно, скидка большая, нам это не очень выгодно. Но мы на эти цены собрали. Наш производитель делает акцент на то, что его продукция по качеству лучшая. Но факт есть факт. Комбинаты питания частично отовариваются за пределами республики. Впрочем, от диалога никто не отказывается. В правительстве Чувашии не теряют надежды, что доля закупок на стороне сократится до минимума. Здесь очень много тонких моментов. Но мне кажется, что сегодняшний диалог, сегодняшняя встреча прошла успешно. Встретимся в следующий раз через месяц. Ну и для себя запланировали уже посещение непосредственно тех объектов, которые у нас обслуживают комбинаты питания, индивидуальные предприниматели, бизнес. И на месте посмотреть тот реальный процент товаропроизводителей. Ну и каждый, мне кажется, сделает свою презентацию. Но уверена, что процесс начался. Юлия Важенина, Алексей Зойциков, Николай Скворцов, Республика. Международная историческая акция «Диктант Победы» в этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки прошла не в преддверии 9 мая, как в предыдущие годы, а сегодня, 3 сентября, в дату окончания Второй мировой войны. В Чувашии диктант прошел на 34 площадках. Основным местом проведения стал Чувашский государственный университет имени Ульянова. Радует, что это не только студенты, учащиеся, это и школьники, которые учатся в среднем звене, еще всю историю не прошли. И радует, что это ветераны, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и дружинники тыла. Участников ожидало 25 вопросов, 5 из которых были по региональной тематике. Задания были посвящены значимым датам, событиям и историческим личностям, сыгравшим ключевую роль во Второй мировой войне. Мне показались интересными вопросы про операции, немецкие операции, про русские операции, где они проходили. Там были тексты, по которым нужно было понять, какая операция описывается, кто был главой этой операции. Мне кажется, это очень интересно. В Рио главы Чувашской республики встретился с ветеранами хоккейной команды «Сокол». Клубу исполнилось 45 лет. История хоккейного клуба в Новочебоксарске началась в середине 70-х годов. Энтузиасты во главе с Владимиром Лощеновым под эгидой химпрома создали команду «Юность», позже переименованную в «Сокол». Свои поздравления спортсменам Олег Николаев оставил в книге пожеланий музея хоккейного клуба «Сокол». Искренне поздравляю. Желаю, чтобы вы и далее терпеливо, последовательно делали такую работу. Для этого, конечно же, крепчайшего вам здоровья, внутреннего желания двигаться вперед. Ну и тем самым вместе мы однозначно с вами добьемся тех результатов, которые перед нами ставит президент страны. Долгие годы хоккейный клуб «Сокол» выступал на первенствах СССР. Занимал призовые места. В 1992 году клубу удалось попасть в первую лигу. Сегодня наследниками его славы можно считать молодых хоккеистов. Профильные отделения открыты в 11 спортивных школах республики, из которых одна специализированная. На сегодняшний день тоже наши дети показывают достаточно хорошие результаты. Они действительно представляют нашу Чувашию, нашу республику и наш город Новочебоксарск на играх и различных соревнованиях, первенствах России. И показывают хорошие результаты. Радуют нас своими успехами. Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Республика. Чебоксары – одна из самых популярных остановок в маршрутах туристических теплоходов. Как проходит сезон в Чебоксарском речном порту, узнала наша съемочная группа. В Чебоксарском порту останавливаются многие туристические теплоходы. В этом году из-за пандемии сезон речных путешествий начался практически на два месяца позже, чем в прошлом. Тем не менее, порт принял уже 148 теплоходов. Сезон продлится до 2 ноября, поэтому ждут еще около 50 кораблей. Путешественники из Москвы, Питера и многих других городов на Чебоксарский берег сходят с большим удовольствием. Мы идем на теплоходе из Москвы до Чебоксары и обратно. Прошли уже несколько городов. Очень красивые. Путешествие шикарное. Впечатление моря. Погода прекрасная. И природа у нас просто очаровательная. Очень доволен. Солнце приятно в Чебоксаре. Даже с пристани очень красиво. И встреча хорошая. Встреча поют. Так что дай Бог вам здоровья и процветания. Для горожан же в этом году после годичного перерыва с 20 июня при содействии в Рио главы Чувашской республики Олега Николаева заработали пассажирские перевозки по внутригородским линиям. Чебоксары – левый берег и Чебоксары – поселок Сосновка. Все меры безопасности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции соблюдены. Обязательное ношение масок и перчаток для сотрудников и пассажиров, обработка поверхности, санитайзеры и соблюдение социальной дистанции. На сегодняшний день по этим линиям мы перевезли порядка 31 тысячи пассажиров. Эти линии очень востребованы. Народу было много. Поэтому и погода, конечно, повлияла. Сейчас были продлены эти перевозки по 6 сентября включительно. Ольга Семенова, Андрей Спиридонов, Республика. Это главные новости четверга. До свидания.